Друзья, сегодня вы на моей кухне и мы с вами приготовим мое самое любимое летнее блюдо. Чем оно любимое? Тем, что оно очень вкусное, сытное и еще и простое в приготовлении. У кого есть частный дом, те знают, что всегда удобно готовить с того, что есть под рукой. У меня же это кабачки мои домашние, перчик, помидорки, в холодильнике оказались сосиски, хотя сосиски можно и не ложить. Можно вообще мясное не ложить, можно положить отварное мясо, можно положить ветчину, ну что угодно. Лучок. Лучок я уже предварительно нарезала. И мы начнем с вами готовить на сковородочке это блюдо. Названия ему нет, так как это в принципе, не знаю, может быть такое кто-то и готовил, может есть такие видео. Не смотрела, не проверяла, не знаю, просто готовлю так, как мне нравится. Лучок, придумала все сама, и любой ингредиент, если какой-то не нравится или какого-то нет, его можно просто не ложить. От этого хуже не будет, у каждого вкус свой. Мы положили лучок, нарезаем их в сосиску. С сыром, кстати, можно еще и сыр добавлять в конце. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Пока обжаривается лучок с сосисками, вот так вот. Мы сюда добавим кабачок, нарежем полосочками. Не знаю, наверное, не видно, как я что делаю, как кто-то так поставит, чтобы вам было удобно следить за всем процессом приготовления. Давайте сделаем вот так, наверное. Засыпаем немного обжаривающийся лук с сосисками, пока не перемешиваем. Вторую часть сейчас зарежем, потом перемешаем. Засыпаем оставшийся кабачок. У нас в лапах уже пошел, уже поджаренного лука с сосисками. Теперь это все перемешиваем. Пока кабачки жарятся, мы нарезаем перчиком. И перчик можем перемешать еще раз. Кабачки жарить очень быстро. Теперь добавляем сверху перчик. Тоже пока не перемешиваем. Чуть кабачки еще поджарятся. Теперь мы нарезаем помидорку. Предварительно очистив от кожуры, как я это показывала в предыдущем видео. По приготовлению. Сейчас мы расскажем нашим подписчикам, чтобы готовить этот вкусный рецепт. Теперь перемешиваем еще раз. И протушиваем до готовности. Добавляем сюда коль. Теперь добавим перец. Так, помощник мой убежал. Прибежал на запах, но увидел, что еще не готово. Пахнет действительно очень вкусно. Еще не готово. Но прям хочется попробовать. Вся эта красота, посмотрите, дала уже сок. И оно тушится. Теперь мы подготовим яички. Яички берем тарелочку. И на нашу такую сковородочку и семью из пяти человек. Ну, хотя бы 5 яиц надо. Добавляем майонез. Сейчас руки помою. Сюда тоже добавляем мусуль. Немножечко. Перчик. Можно майонез, можно на сметану. Можно ничего не добавлять, просто взбить яйцо. Это уже тоже по вашему вкусу. Мы добавим немножко майонеза. Ну, тогда более нервное получается. Все, половинник. Взбиваем нашу смесь. Помним, что нужно помешивать. Сейчас равномерно все протушилось. Огонь делается средний, ближе к сильному. Чтобы успевала испариться лишняя влага. Так, попробуем на вкус сейчас. Что там с солью. Взбиваем наши яйца с майонезом, с солью, с перцем. Сюда же можно, в принципе, добавить зелень. Например, базилик или петрушку мелко порезанную. Что мы сейчас и сделаем. Сорвала вот такой базилик красивый. Сейчас мы его помоем и мелко порежем. Базилик добавляем в нашу смесь. И перемешиваем. Еще раз перемешиваем все в сковородочке. Лишняя влага у нас сухла. Приятно пахнет. И на вид уже практически готово. Поэтому нам остается сделать медленный огонь. И залить все это дело сверху яичной такой массой. Вот так вот оно тушится. Закрываем обязательно крышечкой. Даем так постоять где-то минут 5-10. Посмотрим. Мы когда откроем, в любом случае яйцо должно уже быть в виде омлета готового. Поэтому мы увидим, как оно будет готово. Я вам покажу. Вот такая в итоге получается у нас красота. Мы сейчас будем отключать. Сначала я вам покажу примерно, как оно будет выглядеть. Аккуратненько. вилочкой. Вилочкой. Видите? Видите? Сейчас оно еще, вот мы видим, еще до конца не протушилось. Ему надо буквально еще какую-то минуточку. Вот с этой стороны уже все. Нету никакого... Не готового омлета у нас тут готово. Вот все, готово. Все, вот эта часть уже готова. Все. Все, друзья, выключаем. Пожалуйста, берите себе рецепт на заметку. Как хотите, буквально. Тут можно вариаций много этого блюда придумать. Экспериментируйте. Я буду кормить своих деток. Пока-пока.